всем привет это женялкер и сегодня мы с вами сыграем на сайте lcs.org да играем мы партию по 5 минут и как видите соперник здесь ходит конь f3 очень уже надоел мне этот ход давайте-ка ответим мы конь f6 и соперник что-то здесь переводит защиту четырех коней а ну это так скучно давайте пойдем и сыграем d6 не будем сразу ходить на конь c6 погнали мы сейчас на фланге здесь что нибудь замутим сыграем c6 b5 a5 там есть еще на него здесь погоним сразу пешками будем его пугать в общем-то не хочу как здесь стандартно все это разыгрывать но для начала нам нужно естественно сыграть слон е7 чтобы не было хода конь g5 иначе это бы все совсем блачевно закончилось и если честно мне бы там не очень нравилась такая позиция но сейчас что у нас здесь есть своя уютная норка давайте-ка будем мы эту норку развивать сыграем мы слон g4 видим потом коня на d7 и уже будем кончать с этим развитием да погнали конь b на d7 развитие у нас здесь самое что ни на есть благоприятное кстати говоря противник нам предлагает съесть его коня но мы то умные ребята мы туда уж шрикируемся не будем есть всяких лишних коней давайте-ка так сделаем сделаем мы уж шрикировку а то чувствую я что если мы съедим этого коня то к сожалению наш король будет вынужден оставаться в центре а это не есть хорошо так как в центре его просто запинают вот эти вот белые силы белые солдаты и естественно такой расклад меня ни в коем случае устраивать не может да что-то здесь g4 что-то здесь нас прут волыну слушайте что же здесь делаешь что же здесь творится-то погнал я конь е8 отойду заранее этим конем переведу его на c7 и можно уже задумываться о том чтобы начинать свою атаку где-нибудь по центру так вот знаете бабахнуть надо сыграть конь c7 и как-нибудь как d5 чтобы вот там прорвать весь этот центр а то как видеть соперник с каждым ходом становится все наглее и наглее и мой долг это все остановить что ж конь c7 играем мы конь c7 можно кстати взять на а2 на всякий случай да просто вот так вот разменяться и потом сыграть d5 и на размен пешек побить конь d5 он наверное сыграет как-нибудь конь е4 и начнет здесь уклоняться маневрировать но это все мы проходили это все мы знаем просто отожрем у него слона и его атака должна угаснуть что же давайте-ка походим d5 решил я пока что не менять этих слонов вдруг здесь что-нибудь поинтересней будет д5 д5 ой 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 вы посмотрите что ж он творит что ж он делает-то а чё это чё-то я не понял немного почему мы взять-то не можем у нас же ладья открывается у нас же здесь атака идёт да чё-то здесь немножко так воротит свою судьбу наш соперник чё-то я его здесь немножко недопонимаю если честно мы же можем в любой момент здесь уже начать игру на ферзевом фланге на королевском фланге точнее на королевском фланге это здесь он опасное дело замышляет очень опасно играет наш соперник что ж походил я слон g4 не даю ему здесь прорваться пешкой в любой момент могу взять его коня в любой момент могу поставить вилку он естественно это видит прерывает действие этой вилки ну и что же мы не горюем зачем нам горевать по этому поводу мы просто здесь давайте-ка съедим вот этот вот пешак и похожу я потом слон f3 да его можно сначала взять и потом походить слон f3 там в будущем ну что-то меня такая перспектива сейчас не очень устраивает как бы здесь всяких много ответвлений после слон g5 слон g5 у него появляется отличное поле конь е7 и он его может использовать для атаки на короля как-то это не очень сейчас выглядит хорошо ну ладно погнал я пока слушайте король h8 отошел тут что-то все эти прострелы они мне не нравятся в любом случае мы сейчас здесь отдаем качество нашему сопернику но но зато мы завершим все развитие и у нас фигуры будут несколько активнее чем у нашего соперника особенно если он пойдет во все эти варианты сыграет сейчас конь е7 а мне кажется он так сыграет да он так играет как же предсказуемо играет наш соперник и мы ходим ладеев в 8 чтобы отогнать его слона надеюсь что наш соперник отойдет куда нам нужно он отходит в центр центр и на самом деле можно его сейчас спугнуть давайте его спугнем сыграем мы конь b6 а что мы кого-то боимся нет никого мы не боимся играем конь b6 это нашего коня должны бояться эти белые слоны у нас здесь еще все нормально сидим то мы без качества у нас два слона кстати плюс еще конь а у противника там что-то ничего-то и не предвидится такого кардинального чем бы он нам мог ответить да поэтому погнал погнал я играю слон c5 хочу разменять слонов думаю соперник у нас здесь соглашается на такую аферу и если что мы там уже будем напрягать его пешку его ферзь так просто вперед пройти не сможет что-то здесь у нас все-таки уже начинает выковыриваться что-то он начинает получаться давайте слон c5 хочу вот походить здесь ферзь d6 и потом еще накинуть конь d5 вот так вот и с вертухи навесить этому слону сыграть конь бьет e3 а то что он там стоит такой деловой там какой-то деловой слон стоит там как-то не по фэншую чего-то совсем не красит эту позицию ладно погнал я хотел сыграть ферзь d6 но понимаю что медлить нельзя соперник в другом моменте может все это перекрыть играю слон f3 давайте-ка ладью мы туда забрасываем и если что в любой момент мы можем взять вот это вот дело либо даже где-нибудь здесь пожертвовать жертва чувствую вкус жертвы правда оправдана ли она по-моему все оправдано по-моему все четко у нас получается слона 3 b a ферзь d6 нет там не оправдано там будет ферзь c3 и все это у нас летит просто в хлам поэтому не будем мы так играть не будем мы так рисковать так соперник здесь что-то хочет получить другое но другого нам не надо нам надо что-нибудь свое такое мат мы не зеваем не бойтесь здесь у нас конь все кроет это все я предусмотрел самое главное сейчас только открыть форточку чтобы вот в будущем не зимнуть так соперник что-то хочет хочет у нас обмануть но нет нет времени мало времени мало надо открывать форточку надо биться биться мы будем здесь входим конем хочу отобрать его так так берем конечно берем конечно входим назад так так наверное будет шах а нет там шаха нет ой 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 чуть не просмотрел так ускоряться ускоряемся в темпе ускоряемся в бречь ускоряемся просто во всем чем можно играем играем и еще раз играем бьемся за нашу победу которые правда может оказаться довольно далекой но все равно победа здесь что то есть и кстати говоря нам сейчас ставят мат Да, вот так вот Допонтовался я Шестью секундами, слишком перенервничал И из-за этого, как видите Проиграл эту партию Ну ничего, я думаю, что В следующий раз Если нам попадется этот соперник То мы его обязательно отдалием Просто надо более рационально Распределять наше время Ну что же Я думаю, что вам понравился Этот видеоролик Спасибо, что вы его посмотрели Уверен, что вам также понравилась заставка Которую я специально для вас сделал Сидел, монтировал Ее очень старался Надеюсь, она вам тоже понравится И, конечно Хочу сказать, что Даже несмотря на то, что Видео на моем канале выходит Достаточно редко Особенно в последние месяцы Это тем более заметно Я уверен, что все-таки они вам нравятся И вы еще обязательно вернетесь На этот канал Ведь я вас всех здесь очень жду Ну все, ребят Давайте Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому